привет youtube привет всем сегодня готовлю мясные котлеты по моему мне потребуется мясной фарш в моем случае это фарш 70 процентов говядина 30 процентов свинина одно свежее яйцо манная крупа я уже измельчила луковичку одну сушеная петрушка кипяченая водичка и приправа для свинины я пользуюсь приправами авокадо так как они не содержат гмо не содержат глютамат натрия красители консерванты и гмо такие приправы есть и для курицы и для фарша я буду использовать для свинины она вкуснее фарш я добавляю приправу в большом количестве потому что она содержит соль перец и все что мне нужно повторюсь это приправа содержит все что мне нужно соль перец и специи поэтому больше ничего добавлять я уже не буду сушеную петрушечку буду добавлять можно укропчик или любую другую зелень которая нравится специально в магазин за свежей зеленью не бегаю никогда использую в основном сухую манную крупу использую вместо хлеба как я называю с котлетами я никогда не парюсь не бегаю ни за хлебом специально использую манку очень вкусно получается репчатый лучок измельчила одну лукавичку мелко все перемешиваю и добавляю обязательно холодную воду до получения хорошей однородной массы котлеты с манкой получается очень вкусный нет необходимости замачивать хлеб потом его мять никакой разницы я не вижу хотя раньше всегда готовила на хлебе замачивала теперь готовлю только на манке очень рекомендую скажем так заготовить фарш и поставить его на ночь на следующий день котлеты получаются еще вкуснее добавляю постепенно понемножечку воды и сделаю из фарша совсем однородную массу мяло достаточно мягкую чтобы котлеты получились сочные как я уже сказала использую приправу фирмы авокадо по моему чешская фирма не добавляю не перец не соль ни какие-либо другие приправы все содержатся уже в этой смеси для свинины она меня очень устраивает поэтому все что нужно добавить это манку лучок или чесночок и зелень я особо не парюсь использую любую сушеную зелень получается очень вкусно как добавляю еще воды еще немножечко добавлю воды в первую очередь для манки чтобы она могла разбухнуть и придать сочность моим котлетам качество фарша который мне необходимо приблизительно выглядит вот так он уже не сухой воды нужно чтобы было достаточно но чтобы не были очень жидкие воду желательно не перелить ну вот у меня из сухой массы получился хороший фаршик сейчас я поставлю на 20-30 минут чтобы маночка могла разбухнуть и буду жарить свои котлеты вот так выглядит мой фарш после того как я его заготовила оставляю на 20-30 минут как говорит юлия высоцкая пускай они между собой все поженятся и я начну жарить котлетки почему я назвала видео котлеты по моему не только потому что я готовлю их на манке но и потому что я уже много лет не формирую котлеты я беру котлету ложка если фарш хорошо приготовлен они получаются уже мягенькие и выкладываю на сковороду и котлетки не формирую руками не мочу руки не занимаюсь ерундой упрощаю себе жизнь и время не формирую котлеты также я жарю и сырники в общем то и все можно покидать несколько раз ложкой фарш он будет круглым вот так я жарю котлетки формирую фарш ложкой руки я не пачкаю время я не трачу всегда раньше формировала конечно мокрыми руками котлеты но видимо мне надоело это все за многие годы упрощаю себе жизнь на кухне и экономлю время разницы не вижу абсолютно никакой сформирована ли котлета руками или она положена выложена на сковороду просто ложкой для меня наверное самое главное это чтобы котлеты были вкусные а какой формы они мне абсолютно все равно котлета может быть конечно и очень красиво сформирована в идеальном виде в идеальной форме но если она будет невкусная то для меня это уже конечно не интересно жарю на большом огне до получения корочки и переворачиваю как и все нормальные люди на другую сторону что хочу еще сказать по поводу фарша если фарш приготовлен правильно и хорошо то емкость в которой готовился фарш она всегда остается чистая также как и ложка ничего не должно прилипать на эту посуду если фарш прилипает котлеты будут жесткие посуда должна оставаться относительно чистой то есть фарш должен отходить от емкости и от ложки очень хорошо тогда котлеты будут сочные переворачиваю котлетки на другую сторону если котлеты разваливаются разваливаются во время жарки значит в них было много жидкости и такие котлеты скорее всего получатся сухими потому что они очень быстро выжариваются и они не жарятся а больше сушатся если фарш приготовлен правильно жидкости в сковороде быть не должно только жир и на котором жарятся котлеты и сами котлетки также обжариваю котлетки на второй стороне до золотистой корочки обязательно буду добавлять кипяченую воду накрывать крышкой и на очень большом огне дам возможность приготовиться внутри огонь делаю обязательно большим чтобы они не протушились а именно прожарились ну и параллельно варю картошечку буду делать картофельное пюре на молочке с большой жирностью 35 так что котлетки у меня сегодня будут с картофельным пюре жду пару минут добавляю кипяченую воду накрываю крышечкой и довожу котлетки до готовности котлетки подрумянились со второй сторонки я добавляю кипяченую воду накрываю крышечкой и даю возможность приготовиться в течение ну хотя бы еще двух трех минуточек вот так выглядят котлетки перед подачей хороший фарш хорошие котлеты ни в коем случае не должны уменьшиться в два раза то есть мы положили большие выбираем маленькие они конечно становятся чуть чуть меньше но они должны по размеру оставаться такими же приблизительно как и были в сыром виде значит котлеты сочные будут вкусные будем ужинать мои котлетки сегодня будут с пюре картофельным которое я уже приготовила выкладываю свои котлетки с пылу с жару обязательно поливаю всегда соусом пюре или картошечку или другой любой гарнир потому что вкуснее этого я считаю ничего нету никакой соус не заменит вот такой ужин у меня сегодня котлеты с картофельным пюре котлетки получаются очень сочные преимущество котлет приготовленных с манкой в том что манка служит своего рода как сухарики то есть получается снаружи корочка благодаря манке и благодаря этой корочке котлеты не успевают выжариваться быстренько образовывается корочка и котлетки получаются очень сочные если вам понравился мой рецепт попробуйте приготовьте котлеты на манке это очень вкусно быстро и удобно приятного аппетита и вам как он так доброе а сейчас Продолжение следует...